На дворе минус 30, погода к хоккею не располагает. Еще недавно в Академгородке отменили бы хоккейные уличные баталии. Однако теперь в этой части Томска, как говорится, игра и не хочу. Под воздушными сводами недавно построенного ледового корта многофункционального спорткомплекса Академия Спорта на проспекте Развития 7 погода самая хоккейная. Здесь часть своих матчей проводят команды Томской ночной хоккейной лиги ТНХЛ. В рамках первенства состоялись уже 12 туров. Накануне Нового года участники ТНХЛ провели хоккейное шоу «Звездный уикенд». Первая часть программы состояла из различных конкурсов. Все, что происходит в конкурсе, это элемент игры. И броски по воротам, и выходы один на один, и скоростная подготовка, и катание спиной, лицом вперед. Это все из игры. То есть это не просто какое-то развлечение, это элемент тренировки? Это элемент тренировки, да. Ну и сплачивание команд отдельных игроков, судей. Главным пунктом программы стал матч «Звезд», который свел между собой сборную игроков Томской ночной хоккейной лиги и команду судейского корпуса, обслуживающего игры ТНХЛ и даже матчей чемпионатов России. В Томске арбитры они объективны? Да, я как бы играл в разных лигах, не только Томска, в Новосибирской хоккейной лиге, в Алтайском крае. Как бы судейство здесь на высшем уровне. В общем, в сегодняшнем матче вспоминать старые обиды за необъективное судейство, а уж тем более мстить никто не собирался. Все говорило о том, что игра пройдет в острой борьбе, но в дружеской атмосфере. В пылу азарта судья может допустить грубость, как уже игрок на площадке? Ну, я думаю, конечно, судья же человек, и когда он одевает игровую форму, то есть он уже становится игроком. Но бэкграунд судейский, я думаю, все-таки дает себе знать, и судьи более дисциплинированные, я думаю, будут на льду, чем игроки. Грубости в матче звезд не было, судей и хоккеисты играли достаточно корректно. Соперники подобрались достойные друг друга. Игра проходила в равной борьбе, и долго не было понятно, кто же победит. Основное время матча завершилось в ничью 2-2. В серии буллитов удача улыбнулась судьям. После звездного уикенда хоккеисты уходят на новогодние каникулы. Первенство ТНХЛ возобновится 9 января, а до этого времени на льду многофункционального спорткомплекса Академия спорта на проспекте Развитие 7 будут проходить массовые катания. Томичей приглашают посетить крытый каток со 2 по 8 января с 10 до 19 часов. И не попадите под перерыв с 13 до 14.